так дальше у меня по плану чуточку поговорить про милан и к сожалению снова без комплиментов единственно что тут только можно поздравить с первым наборным очком в лиге чемпионов но честно сказать по моему уже даже болельщики милана это начинают признавать я вижу это по вопросам вот один из них сейчас даже могу зачитать вступление ефан от милана но при этом я первый скажу что милана плохо местами очень плохо играл в порту с обеих матчах да и в серии а последние недели милан смотрится заметно хуже чем в начале сезона несмотря на набор очков и дальше там вопрос вообще дерзкий имеет ли смысл сменить пиоли на шевченко в общем это уже многим заметно и не не только как вы говорите хейтера милана потому что я жду прямо повод походить милан но и против ромы в лучшем случае это был равный матч и где милан очень здорово реализовал где у милана очень здорово добыл результат при том что это рома маурини и как им позволяли вы проходить прессинг как им позволяли атаковать позиционно но это просто умой на самом деле непостижимо при этом милан свои сильные стороны тоже показал и моменты создал но это там не было контроля не было уверенной победы не было на мой взгляд даже вообще заслуженные победы и против порту на мой взгляд это вообще просто отскок потому что порту большую часть матчей играл намного лучше чем милан снова это повторилось и очень здорово территорию захватил прессингом и гол в частности таким образом забил и дальше захватив территорию уже классно использовал стандарты и мог таким образом добавить несколько мячей в общем милан меня категорически не впечатляет но в то же время я держу уме и это охотно учитываю то сколько до сих пор травмированных у милана милана это команда которая на старте прошлого сезона наверное это самый убедительный отрезок пиоли до сих пор шла так здорово в том числе потому что был очень четкий состав который не менялся кардинальным образом и сейчас оказавшись перед необходимостью менять этот состав и ротировать его активная в том числе за травма мне кажется не то что пиоли не справляется просто ситуация оказывается слишком трудно для милана и я просто хотел бы не обманываться этими результатами смотреть на качество игры потому что был еще просто ужасный матч против тари на был матч против баллоне где баллоне до двух удалений по моему тоже играла лучше и я соглашусь с тем что кризис достаточно затяжной затяжной но я близко не соглашусь с тем что пиоли нужно за этот кризис где результаты кстати есть по крайней мере в серии а да еще какие шикарные увольнять вот такое радикальное даже предложение именно от болельщика поступило телеграм канале был задан вопрос можете перепроверить если вдруг сомневаетесь и тут на самом деле мне кажется главный путь к тому как оценивать пиоли заключается в том что у него был прогресс и была качественная игра на старте этого сезона милан сильно прибавил в прессинге опять же пока были основные футболисты здоровы и пиоли казалось даже развивает команду но потом именно вот с этим кризисом травма совпал кризис игровой и тут нет ничего удивительного и тут нет прямо какой-то радикальной вины пиоли и просто за лигу чемпионов и за невнятные матчи которые завершаются еще победами серия увольнять это было бы невероятно невероятно жестоким решением я против такого но все таки мне кажется интересным немножко другой ракурс который характеризует пиоли дело в том что когда он пришел в милан на он заслуженные комплименты получал за свою гибкость за свою тактическую гибкость и и действительно как мне кажется он очень здорово прочитал нужды этого состава и очень здорово его сбалансировал я говорю и о разных и о разности на флангах где тео эрнандес закрывает всегда полностью бровку скрытого нападающего играет его партнер по флангу там ребишь ли ау как правило кто-то из них и на другом фланге калабрия подключается резко ситуативно а часто вообще оказывает дополнительным центральным защитником я говорю о вариациях розыгрыша которых было очень много и которые были разными в том числе и короткими и дальними при этом и там и там была структура и все это подходило индивидуальным качеством игроков то есть и схема была подобрана под них и качество их сбалансировано были очень здорово но в то же время пиоли сейчас показывает себя тренером негибким когда нужно потеряв часть этих футболистов уже адаптироваться то есть не оценить состав и построить что-то гибкое под него а проявлять гибкость конкретных матчах вот это у него не получается то есть гибкий и негибкий тренеры одновременно и это просто мне кажется занятным наблюдением и это отчасти объясняет причины милана это причины не некоторых неудач милана это некоторый укол в адрес пиоли но в то же время хорошего чего он сделал и делая сейчас я вижу намного больше и к таким радикальным ходам я конечно же не готов и буду дальше следить за миланом я думаю на самом деле вот повод поговорить о милане в позитивном ключе как раз таки гарантированно появится уже когда нормализуется состав когда более-менее вернуться все травмированные пока 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 тут на самом деле ничего хорошего именно по качеству футбола по развитию команд нельзя сказать на старте сезона кстати опять же если вам интересны именно позитивные нотки про милан можете посмотреть там я тоже объяснял про их прессинг про то как 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 все там работает и почему стало лучше но с тех пор конечно не очень удачный отрезок у милана именно с точки зрения качества игры простите и